Сегодня во время этого акта, для меня это выглядело абсолютно как похищение. Я с ним обедал, и мы беседовали в этом ресторане. То есть вы были в Сулугуне вместе с Михаилом Цакашелем? Абсолютно, и видел, как эти пару минут происходили. Вы пронимали просто, вот простой человек должен понять. Человека взяли из-за стола, который не допил чай. В Польшу человек отправлен без верхней одежды. Я уже не знаю, что потом ему дали в самолете, но его куртка осталась висеть там. Тебе не предъявляют документов, не говорят, пройдемте с нами. Вот есть такое постановление, суда и так далее. Тебя просто берут за шкирки, бросают в автобус неизвестные люди в масках. При этом орут на весь ресторан и ложат в пол там всех, кто попался под руку. Со мной это не было. При этом действует, я уже не говорю, супер непрофессионально, потому что в итоге они его не смогли найти. Он спокойно вышел себе через другой вход, и уже только на улице его задержали. При этом почему-то они ложили пол ресторана как бы в пол. Но, друзья мои, грузинский президент это не вооруженный засевший человек с винтовкой, которого надо так брать. Это должно происходить по-другому, поэтому действительно это очень брутально. Но я говорю о другом. В принципе, вся эта цепочка событий вокруг Сашвили незаконна. Каждый украинский гражданин может себе ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы Саакашвили не подал в отставку, не начал критиковать президента, не стал вести оппозиционную деятельность, лишили бы его гражданства, не пускали бы его в страну после того, как он уехал в Америку, и действовали против него таким образом? Вряд ли. Все же прекрасно понимают, что первопричиной всех событий брутальных, антизаконных, является не то, что он там какую-то анкету не так заполнил. Это смешно. Или получил деньги Курченко какие-то, хотя все знают, что деньги Курченко делила наша власть местными компаниями. А потому что он превратился в главного ньюсмекера оппозиции и протеста. То есть, грубо говоря, наша власть перед всем миром продемонстрировала, что с политической оппозицией, с критикой власти, она будет действовать любыми методами. Знаете, есть такая хорошая поговорка «Для друзей все, а для врагов закон». Наша власть ее модернизировала. Для друзей все, а для врагов беззаконие, абсолютное беззаконие. И сегодня мы это снова продемонстрировали всему миру. Вам известны дальнейшие действия Михаила Саакашвили. Оказался он сейчас в Польше. Будет ли пытаться вновь вернуться в Украину, как это уже было однажды? Я знаю одну вещь. Что, вот знаете, я ведь на Майдане от первой минуты до трагических событий, скажем, на институтской. И я много раз писал, что у Майдана заканчивался импульс. У протеста всегда заканчивается импульс. Ведь протестовать — это неестественное состояние человека. Мы не хотим все время находиться на баррикадах, с кем-то бороться, испытывать на себе, извините меня, дубинки по головам и пули, которые летят с той стороны. Но каждый раз у Майдана был новый импульс, потому что власть предпринимала какие-то действия. То она побила студентов и вышла миллион человек, то она штурмовала Майдан, то она начала убивать людей, и то она избила Татьяну Черноволу. Так вот, мне кажется, в этой ситуации у нас власть в своем мышлении не поменялась совершенно. Она дала новый импульс протестов. И вы знаете, в мире, где тысячу камер, где существует интернет, и где легко можно узнать твои счета на Мальдивах и Сейшелах, и полную точную сумму, сколько за что ты платил, и под каким паспортом ты выехал, бесполезно человека выбрасывать в Польшу. В Польше, безусловно, теперь они физически не увидят Михаила Саакашвили на улице, или на балконе, или на крыше дома. Но информационно он никуда не делся. Более того, там теперь украинская власть его не особо достанет, там у Михаила Саакашвили появляется возможность формировать международную поддержку, чего так не хватает Украине. Потому что мы теперь во всем мире все-таки коррупционеры. После панамских скандалов, после всего. И никуда он не денется. Ведь проблема не в нем. Проблема в том, что украинская власть тотально нарушает закон в низком уровне жизни, в ее неспособности управлять этой страной, в ее неспособностях многое делать. В ее тотальной жадности. Вот это первопричина протестов. Аним Михаил Саакашвили, который вокруг собирается наиболее радикальную часть. В договоренности, тут дело не в договоренностях. Это слово некорректно. Польша не может отказать. Потому что реадмиссия означает, что человек возвращает в страну, откуда он прибыл. Польша хочет его принять, не хочет. Она обязана это сделать. Как Украина будет обязана, если Польша скажет, что реадмиссия была. Но может вернуть, давайте уточняйте сразу. Но может вернуть или не вернуть. Есть три месяца. И здесь о чем мы говорим? О том, что не пойдете на наши условия, вернем. Пойдете на наши условия, оставим. Теперь о вилке. Хотя официально Грузия заявляла о том, что готова принять Саакашвили, потому что там есть судебный процесс, его отправят в СИЗО. В тайных договоренностях, я об этом точно знаю, был четко дан сигнал украинской власти примерно следующий. Сейчас Саакашвили, это ваша проблема. Не делайте его нашей проблемой, потому что в отличие от вас, если Саакашвили вернется в Грузию, то уровень его там поддержки в разы больше, чем в Украине. Потому что он их родной политик. И там они боятся того, что там начнется серьезное протестное движение, которое в итоге составит проблему для собой Грузии. Поэтому, выбирая между разными вариантами, у Украины не оставалось никакого варианта, как отправить его в Польшу.